Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV на радиостанции Next FM, а также на наших официальных страничках в социальных сетях Archa Media выходит очередной эфир, который мы посвящаем на наш взгляд интересным, злободневным и актуальным темам. Сегодня нашим гостем станет кандидат юридических наук, эксперт по инвестициям Саргак Кинжибаев. Тему мы выбрали, ну, прямо скажем, будоражащее наше общество уже несколько лет. И это империя Рейнбека Матраимова. Сразу скажу, что Саргак не понаслышке, скажем так, знает некоторые аспекты развития, скажем так, таможенных схем. В свое время у него была компания Unilab, и я думаю, те, кто встречал имя и фамилию Саргака в новостях, в СМИ, помнят, что в свое время даже было заведено уголовное дело. Саргак некоторое количество месяцев провел в тюрьме. Ну, об этом, обо всем мы поговорим с ним с самим. Саргак, здравствуйте, спасибо, что нашли время для этого эфира, спасибо, что нашли время для нас. Здравствуйте, добрый вечер, спасибо вам за организацию такого эфира. Давайте немножечко расскажем о компании Unilab. Я понимаю, что продолжается сейчас разбирательство, и какие-то аспекты этого дела вы, конечно же, не можете публично обсуждать. Но вот ту часть, которую вы можете нам рассказать, пожалуйста, расскажите. Я так понимаю, Unilab – это был логистический центр, который был призван, скажем так, упростить для людей, занимающихся транзитом грузов из Китая в Центральную Азию, вот все эти процедуры, верно? Да. Ну, давайте мы, наверное, уйдем на некоторое время назад. Как только начали муссироваться у нас, вообще политика к интеграции шла, и насколько максимально мы приблизились к вхождению в единый экономический союз, то есть тогда еще был таможенный союз, я как юрист был знаком вообще с таможенным кодексом таможенного союза, где говорится, что каждый товар, который прибывает и подлежит очистке, должен пройти сначала лабораторные испытания, и после того, как на этот товар выдастся сертификат соответствия, после этого он только уже подлежит к растамаживанию, когда уже государство убедится, что этот товар не наносит или не принесет никакой пользы или здоровью человека. Только тогда этот товар подлежит к таможенной очистке. То есть я первым делом начал думать уже, как наши фермеры, экспортеры сельскохозяйственной продукции, насколько они после вхождения в таможенный союз легко будут экспортировать свою продукцию за другим членом таможенного союза, то в Казахстан и в Россию. И у меня возникла такая очень правильная идея создать в одном месте так называемый торгово-логистический центр и соблюсти принцип единой остановки, единого окна. То есть в одном месте, чтобы наши участники внешнеэкономической деятельности и экспортеры сельскохозяйственной продукции могли получить для себя все необходимые процедуры, в том числе воплотить, например, определенную сумму в банк, воспользоваться услугами лаборатории, испытательной лаборатории, потом, чтобы там была таможня, чтобы они могли без проблем очистить в скорейшем, за короткое время свой товар. Мы все знаем, что практически 95-98% всего ТМП, всего груза, который проходит через нашу страну, мы просто осуществляем реэкспорт. Эти же грузы уходят дальше в Казахстан и в Россию. И когда понял, что это самая актуальная тема и чего у нас нет, то я в декабре уже 2014 года начал ввести подготовку. Мы вступили в таможенный союз, если память мне не изменяет, 14 августа 2015 года. То есть до этого времени я уже подыскал территорию, арендовал территорию 37 гектаров у министерства обороны. Это была территория заброшенная, территория с камышами, с грунтовыми водами, болотистая. Я вывез весь мусор, который там очистил, заключил соглашение с министерством обороны до договора аренды до 30-го года. Но я и там, как истинный патриот своей страны, включил такую норму. Да, если государство мне предоставляет данный земельный участок, то в 30-м году я безвозмездно оставляю всю инфраструктуру, которая там была построена, по окончанию срока соглашения, то есть к 2030 году. И там, на этом логистическом центре вообще подразумевалось строительство комплекса сооружений на 200 тысяч тонн овоща-фруктохранилища, которые до сегодняшнего дня в нашей стране нету, отсутствуют. Из-за этого страдают наши фермеры. А фермеры, они не могут так очень, как сказать, тщательно и профессионально... Я понимаю, что эта тема вам крайне близка, тем более, что вы как бы и пострадали, собственно, из-за нереализации. Но все-таки давайте уже введем в историю, какова роль Реймбека Матраимова и Хабибулы Абдекадыра в ваших злоключениях? Ну, я хотел бы, наверное, сказать, что в моих заключениях Хабибулы Абдекадыра, он играет как бы второстепенную роль. Он является как бы партнером уже Матраимова. А непосредственно, если вернемся к моему аресту, то до моего ареста, вообще моему аресту послужила эта деятельность, общественно-политическая деятельность моей бывшей супруги Шириной Абдекадыра, которая попыталась бороться на своем таком гражданском уровне с коррупционными проявлениями, с коррупцией, в частности, с Реймбеком Атраимовым. Вот. И вот по результатам ее деятельности после второго, когда мне уже тоже высшие лица страны предупредили, сказали, чтобы она не выходила на реакцию 2. И, как бы сказали, да, мы ослабим чуть-чуть со своей стороны давление. И после этого мы готовы будем сесть за стол переговоров. Но этого как бы не случилось. У меня, вы как бы все знаете, и весь варгусский народ знает непоколебимость и беспристрастность в своем решении. Ширин Чингазуна, она не согласилась, как бы, отступать в своей борьбе с коррупцией. И 18 декабря вышла все-таки на митинг, организованный ею, движением ими 20-20. А уже 19 декабря меня задержали в аэропорту Алматы и заключили под стражу. Я просидел ровно 10 месяцев в СИЗО. И после этого, да, и в СИЗО были отдельные случаи давления тоже. Даже после того, как меня заключили под стражу, они еще, то есть, до сих пор оказывали давление. Я напомню для наших зрителей, что вот те гражданские митинги, гражданские акции, реакция, реакция 2.0, они как раз-таки, да, были направлены на борьбу с коррупцией. Я сам как гражданин, как журналист выходил их освещать, принимал в них участие. И я помню, что действительно на тот момент была какая-то, может быть, слабая, но все-таки надежда, что власть, что государство обратит внимание. И также, я думаю, стоит напомнить, что послужило катализатором, толчком. Это международное расследование сразу нескольких профессиональных команд журналистов. Это OCCRP, международная команда, это команда Азатык и команда Клоуп, которые провели масштабное исследование и расследование с доказательствами, с фактами, с аргументами, указывающие на создание крупной, масштабной коррупционной сети в таможенных структурах, где как раз-таки и фигурировало имя Реймбека Матраимова. Сыркак, я знаю, что хочу спросить. Как вообще так случилось, что заместитель, даже не начальник, а заместитель начальника таможни приобрел в нашей стране такое колоссальное, не только экономическое, но и политическое влияние? Как это произошло, на ваш взгляд? Спасибо. Вообще, я думаю, данное наше интервью, он даст толчок для сотрудников правоохранительных органов и вообще гражданского общества, чтобы мы смотрели все, наблюдали за исходом сегодняшней борьбы с коррупцией, в частности с кланом Атраимова. Если смотреть так, то с момента независимости в Республике все время таможня, руководители таможни или отдельные лица были кошельками президентов. Потому что, как мы все знаем, таможни получают баснословные деньги в виде взяток, в виде коррупционных денег. Очень баснословные деньги они находили, очень легкие деньги. И, конечно, у кого есть деньги, тот уже начинает играть с высшим руководством страны. А в данном случае Реймик Атраимов, я думаю, когда он решил уже, что ему одного юга мало, и ему дали такую возможность прийти в столицу нашу в качестве заместителя, руководителя таможни. Потому что почему он не был руководителем таможни, председателем, если общество или другие не догадываются, можно сказать просто банально, он просто-напросто не знал русский язык, он не разговаривает на этом языке. И поэтому его личное участие, например, на встречах глав таможенной службы или всемирно-торговой таможенной организации, он сидел бы там с переводчиком, ну это было бы просто-напросто позор для нашей страны. И он выбрал для себя такое хорошее место в качестве заместителя, но он все-таки управлял этой всей таможней. Я предполагаю, что в круг близкого его окружения встадил также Икра Мельмианов, который на то время решал очень многие вопросы. Он даже проводил совещание, мог собрать руководителей силовых ведомств и провести совещание. Вот, я думаю... Давайте вот тут мы подчеркнем, с какого момента, на ваш взгляд, усилилось, вот если можно какие-то, ну, конкретный год хотя бы назвать, вот когда, на ваш взгляд, Рейнбек Матраимов стал такой влиятельной персоной в эстеблишменте Кыргызстана? Рейнбек Матраимов с 2013 года он уже полностью поставил свою коррупционную схему на юге. И уже с 2014 года его поставили, уже назначили заместителем. То есть с этого момента он уже практически решал за всю таможенную службу через своего товарища Икра Мельмианова и через всех остальных приближенных к президенту, руководителей ведомств и министерств. Просто через деньги, банально через деньги. Ну, вот вы ответили на мой следующий вопрос, почему он стал таким влиятельным человеком? То есть вы утверждаете, что дело в элементарном подкупе должностных лиц? Конечно. Он управлял и расправлял финансами, кому сколько нужно дать, кому как нужно дать, когда нужно дать и так далее. Все. Вот это очень банальная схема была. Через него шли финансовые потоки. Насколько обширно было его влияние? То есть, и давайте тогда два вопроса соединю в один. Насколько обширно было его влияние? И вот вы произнесли уже фамилию Ильмианова. А кто еще, скажем так, подпал под его непосредственное влияние из высших чиновников? Ну, можно отнести всех. Руководители спецслужб, руководители МВД, Генеральной прокуратуры, финансовой полиции, администрацию президента, включая самого президента. Поэтому я не думаю, что, например, сам Парас Сарков, будучи премьер-министром до этого, или будучи человек, схожий в имеющий доступ к телу, он не знал, что в коррупции творятся такие, в таможне творятся такие коррупционные дела. Все знали, так же, как и весь народ знает, да, до недавнего времени, как бы мало кто об этом и говорит. Пока руководством страны не были приняты такие, как вам сказать, очень ответственные решения бороться все-таки с коррупцией. Потому что они, я думаю, на сегодняшний день поняли, что если не победить коррупцию, то никакого процветания страны не будет вообще. Вот вы начали об этом говорить, и я попрошу вас тогда прокомментировать. Буквально недавно глава Государственного комитета национальной безопасности Камчубек Ташиев публично сказал, что отныне не будет, я близко к тексту цитирую, не будет мафии Кульбаева, не будет мафии Матраимова. На ваш взгляд, это действительно такая прямая решимость и прямое свидетельство того, что власть, государство начинает реальную борьбу с коррупцией, начинает реальную борьбу с организованной преступностью? Конечно, конечно. Можно сказать так даже, что за все время нашей независимости всех руководителей силовых ведомств наступил наконец-то тот момент, когда можно просто взять за ручку и посадить в тюрьму. Потому что и тогда был криминал, и тогда была коррупция, но они все закрывали глаза. Все закрывали глаза. И наконец-то, наконец-то, на сегодняшний день президент нашей страны, Садор Нурвозьевич, и МЧС, руководитель ГКМБ, они взяли ответственность и начали борьбу с коррупцией. Потому что на кону стоит как? Вот как говорил Лик Уан Ю, либо он должен своих друзей включить в список Форбс, либо подумать о народе. Вот они выбрали народ. И я думаю, гражданское общество тоже не должно искать в этом какие-то изъяны или какие-то моменты личного обогащения. Они должны напрямую поддерживать. Только в безопасном гражданском правовом обществе может идти речь о развитии страны и о развитии таких институтов, как общественное порицание, независимые средства массовой информации. Судебная реформа может происходить только тогда, когда у государства появится деньги. И увеличить заработную плату это тоже непосредственно связано с экономическим ростом страны. То есть, да, они взяли на себя такую ответственность и проявили такую политическую волю, которой не было никогда до этого момента. Сыргак, вы до этого отметили, что проникновение, скажем так, и связи с Рейнбеком Матраимовым буквально пронизывают все наше общество, и властные структуры, и правоохранительные органы. Можем ли мы теперь ожидать каких-то громких отставок, может быть, возможно, даже громких посадок? Будет ли действительно борьба с теми людьми, которые так или иначе связаны финансово или другими путями, другими связями с Рейнбеком Матраимовым? Конечно. Конечно, это, безусловно, нужно нам ожидать всему обществу. И мы, общество, должны это требовать в первую очередь. Почему? Потому что таким образом мы сегодня можем поднять на новый, другой уровень аргументированный, то есть более такой знающий профессиональный уровень именно Институт общественного порицания, когда само общество, оно может тоже содействовать и помогать в борьбе с коррупцией. И мы все знаем, весь Тарвасстан знает, кто был в его команде очень много лиц. Я думаю, в скором времени мы списки, наверное, уже будем, скоро, наверное, узнаем. Ну и в финале, наверное, вопрос, Собяк, а что для вас будет сигналом, что вот эти слова Камчебека Ташиева о борьбе с людьми, связанными с Рейнбеком Матраимовым, что для вас будет сигнализировать, что действительно не на словах, а на деле началась та самая борьба? Знаете, это очень, как бы сказать вам, это очень тонкая грань здесь есть. Мы на сегодняшний день видим, что экономическое развитие, и именно экономическое развитие может послужить такой некой лакмусовой бумагой, что мы добиваемся конкретных результатов. Инвестиции, так же, как внешние инвестиции, так же, как и внутренние инвестиции должны на сегодняшний день детерминировать именно само бизнес-сообщество. И мы, вот я думаю, вся стройка, строительные работы должны, я думаю, уже начаться этой весной. Очень много мы, я планирую вообще увидеть, такие инфраструктурные проекты в сфере туризма, в сфере строительства новых отелей, горнолыжных баз и так далее, и так далее. Потому что мы на сегодняшний день имеем практически все. Мы имеем достаточно правовое поле, чтобы создать такое правильное общество, которое будет наблюдать, контролировать и порицать за действиями некоторых неблагочестивых наших чиновников. Второе. Мы сломали эту систему, и мы имеем очень большие поступления через таможенные службы, бюджет. Эти деньги покажут свои плоды. И эти деньги, я думаю, весной, мы уже весной увидим очень много таких грандиозных проектов, которые в дальнейшем помогут развитию нашей страны. И самое главное, раз мы считаемся как бы туристической страной, в нашей стране должно быть полностью безопасно. Каждый турист, чтобы он в горах или где бы он ни находился, он чувствовал себя в безопасности. Я думаю, да, вопрос безопасности важен не только для туристов, но и для граждан Кыргызстана. Потому что, к сожалению, я не знаю, как согласятся или нет со мной наши зрители и слушатели, но пока не все, да, я даже позволю себе сказать, наверное, многие граждане Кыргызстана не чувствуют себя в безопасности. И все-таки тогда перефразирую свой финальный вопрос. Он был несколько о другом, Саргак. Вот сейчас начались громкие довольно посадки дела в отношении людей, которых ГКНБ обвиняет в связях с Камчебеком Асанбеком, он же Камчек Альбаев. На ваш взгляд, вот те же, ну, скажем так, подобные дела, громкие какие-то преследования людей, которые так или иначе связаны с Римбеком Атроимовым, они последуют? Или все-таки как-то иначе будет складываться ситуация? Я считаю, что последуют. Обязательно последуют. Я даже, как бы, владею информацией, что очень многие наши бывшие чиновники приходят тоже на допросы в ГКНБ. Я думаю, по результатам следствия все-таки огласят нам, как бы, кто был причастен к коррупционным делам, кто не был причастен из высшего руководства страны. И не только, как бы, во время правления Сорунбая, Джейнбекова, но и до этого, во время правления Атамбаева тоже. Потому что коррупция у нас, к сожалению, она на таможне именно идет с момента приобретения независимости. Ну и не могу не спросить, а сам-то Римбек Матроимов, на ваш взгляд, вот муссируются слухи, они пока ничем не подтверждаются, что он то покинул он страну, то не покинул страну. Сам-то он, на ваш взгляд, понесет какую-то ответственность, помимо того, что он, вот мы помним, внес в бюджет страны, вот он признал себя виновным в коррупции, внес в бюджет страны 2 миллиарда сомов. Его какое-то ждет тоже, ну, не знаю, дополнительное наказание, на ваш взгляд? Я думаю, ждет. Ждет. Почему? Потому что, когда его признали коррупционером, это же было во время, как бы, такой кампании кустуризации, а сейчас уже выявляются совсем новые факты, совсем новые нарушения и совсем на другую сумму. Здесь идет речь о миллиардах долларов, которые могли бы пойти на развитие нашей страны. Саргак, спасибо вам огромное. Я напоминаю для наших зрителей, что в гостях у нас был кандидат юридических наук, эксперт по инвестициям Саргак Инжибаев. Еще раз благодарю вас за оказанное время, за то, что рассказали нам. Ну и вам, уважаемые наши зрители и слушатели, тоже пожелаю, как и себе, как гражданину Крыгойской Республики, чтобы, да, рано или поздно мы проснулись в стране, где будет побеждена коррупция и где каждый из нас будет чувствовать себя в безопасности. А для этого, на мой взгляд, действительно нужно здоровое и активное гражданское общество и, конечно же, сильные независимые средства массовой информации. Берегите себя, будьте здоровы. До следующих эфиров. Субтитры создавал DimaTorzok